Мама героя едва сдерживает слезы. Она рассказывает ученикам девятой школы о том, каким был ее старший сын и какой путь он прошел. Ее первенец Евгений учился в девятой школе, закончил профессиональное училище. Затем была срочная служба в Новороссийске в Морфлоте. Ну а после Женя продолжил семейную династию и долгое время работал в горэлектротрансе. С лесарем, потом на сварщика выучился, сварщиком стал. Вот. И так же я работаю там. Мы все. И отец у нас там же работает. Работал сейчас на пенсии. Хорошим братом был, боевым таким. Никто не жал, все его любили. Родные вспоминают, Евгений мечтал пополнить ряды защитников Отечества давно. Хотел даже устроиться по контракту, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда понадобилось встать на защиту интересов Родины, не колебался ни минуты. На СВО ушел добровольцем. Чтобы оградить родных от переживаний, говорил, что ехал то в отпуск на юг, то на вахту в Москву. Правда раскрылась только после его трагической гибели. А мне не сказал. Конечно, если бы не сказал, я, конечно, не стала бы пускать. Может, бы послушалась. Одна женщина звонит. Маш, я слышала, в депо говорят, ваш сын. Вай, а че он наш сын? Я не знала. И все, сразу стукнуло голову. Что-то случилось. И все. Первый военкомат им сообщил. Военкомат искали его с первого, потому что он сам пошел, добровольцем искали. А на другой военкомат пришли домой к нам. Евгений погиб 19 сентября 2022 года, когда во время тяжелого боя пытался вынести раненого товарища. За несколько месяцев до трагедии ему исполнилось 45 лет. В девятой школе память о смелом выпускнике чтут и бережно хранят. Важно проводить такие уроки, потому что нужно помнить о своих героях. Это те люди, на которых нужно равняться. На уроке мужества благодарность родным Евгения Сарайкина вместе с учениками выразил ветеран СВО Миразым Исмаилов. Память о герое будет жить вечно. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости.